Дамы и господа, всем привет! Сегодня мы решили просто посидеть, попить чай, покурить сигарки и порассказать друг другу историю, которую друг другу еще не рассказывали и просто поражать от души. Приятного вам просмотра и не забывайте подписываться на канал и можете писать какие-то тематические ваши истории наподобие наших комментариев. Первое, что вспомнилось, это мое неудачное свидание. Я обычно с девушками себя нормально веду, в этот раз получилось как-то не очень. Я, значит, познакомился в интернете с какой-то девочкой, договорились о свидании. Общались там где-то как-то долго, даже недели-две. Мне, в общем-то, все нравилось, пока я ее не увидел. Мы договорились там встретиться возле памятника. Я, получается, по своей привычке, мегапунктуальности пришел за бог знает сколько и сидел, ждал на скамейке возле памятника этого. И так сидел, что, получается, я видел как бы памятник, то есть место, где мы должны были встретиться, но при этом я как бы как за углом был и не сильно было понятно, что это я. И, получается, вот время подходит уже к началу свидания. Мне звонит телефон. Она говорит, вот я типа пришла. Я смотрю на место, где мы должны были встретиться, и, ну, не вижу ее. Я спрашиваю, где ты точно стоишь? Она говорит, ну, вот прямо вот тут вот. Я опять смотрю, как бы там есть люди, знаешь, но никого, похоже, на нее нет. Фотки, естественно, все были только лица, но в интернете. И красивого лица. Я говорю, типа, ладно, я сейчас подойду, сбрасываю, и вижу, как девушка опускает телефон, ну, одновременно, как бы с тем, как я сбросил. Ну, вот она весела килограмм четыреста. Ну, вот приблизительно. Ну, да, вот уже на рекорд шла. Вот мировой рекорд, вот он уже был близко. И, короче, я обычно, ну, как бы такие ситуации вообще происходят довольно часто, в общем-то, что я не нравился человек после встречи. Но я обычно предлагаю попить кофе, а потом типа, ой, все, там, и домой. Ну, как бы так культурненько сливаюсь. В этой ситуации меня что-то сильно передернуло, и я подумал, а ну его вообще. Я решил повести себя по-свински, я просто развернулся и прям убежал. Я бы скорее сказал, решил поступить абсолютно по-мужски. Да, я просто дернул оттуда. Не тратить свое время и все такое. Да, я позвонил, какую-то вообще ахению ляпнул, типа, что меня скрутили менты и увезли. Ну, типа, что, куда увезли? Да, далеко, очень далеко увезли. Я не могу сейчас, ну, пока, пока. В Магадон. Ну, и вот как-то так вот у меня получилось. Честно, я насчет этого припомнил другую твою историю, как ты где-то полторы недели общался с одной девочкой, она тебе скидывала очень красивые свои фотографии. Я понял. Прям очень красивые. Короче, насколько этот человек плохой, фотографии были настолько красивые. У нас был общий чат. Я, он и еще один наш друг. Он кидал эти фотографии в наш чат и такой, смотрите, какая она крутая. Боже мой, она такая классная. Мы просто обзывали его тварью и, ну, сумасшедшим человеком. Он сказал, вот завтра мы, типа, с ним встретимся, уже договорились в центре, будем гулять. Следующий день мы встречаемся с ним. Он говорит, короче, приехала я в центр, жду ее. Проходит, типа, пять минут, думаю, ну, нормально там, ничего такого. Проходит десять минут, я уже пишу ей. Ну, ты где? Я, типа, жду. Она такая, я уже в центре. Вот, все, ну, возле, там, какого-то, типа, супермаркета хотели встретить. Ну, условно, нашей, там, галерея Афины. И они такие сидят. А ты в каком городе? Она такая, есть Петербург? Она такая, есть Петербург? Тут-та-ра-та-та. Ну, да, такое было. Мне понравилась наша реакция. Она ржет в телефон, значит, я тоже в телефон ржу. Разошлась. Да, нормально было. Короче, вообще, по теме неудачных свиданий, у меня где-то полтора года назад, ну, прошлым летом, короче, была тоже весьма курьезная ситуация. Тоже познакомился с девочкой в интернете. Было написано, что ей 21 год, но я как-то ей не придавал особого значения. Девушки нынче умеют скрывать свою внешность очень хорошо, подтонные макияжа. Ну, знаешь, смотришь на фотографии, ну, 21 на 21. Ну, молодо, выглядит хорошо. Ну, там, выглядит, словно, на 19-18. У меня самого было 19. Я такой, ну, классно. Типа, мне все подходит. Встретились первый раз. Погуляли, она такая молчаливая была. Все отлично. Я там, в основном, рассказывал травилки и табаки. Она слушала, тоже там что-то смеялась, рассказывала. Ну, классно. Мне все подходит. Тоже опять переписываемся. Все хорошо. Думаю, ну, можно встретиться в следующий раз, устроить какой-то небольшой такой романтик. Позвал ее на море. Купили там бутылочку вина. Какого-то. Какого-то вина. Идем на море. И по мере выпивания вина, она становится моложе и моложе. Чудеса. Да. Святой напиток. Когор пили. Нет, она становится моложе и моложе. Она просто начинает, знаешь, в диалоге, ну, упускать какие-то моменты. Вот сначала я 21-го превратилась в 20-го. Она тоже сказала, типа, вот, знаешь, странно, что в 20-е лет там у меня там такая-то ситуация была. Я такой, 20-е, 21-е ты же говорила. Она такая, да, там это сайт такой, ну, перепутал, типа, у меня 20, на самом деле. Ну, 20-20, какая-то, в принципе, разница. Дальше, вот, где-то на середине бутылки ей стало 18. Я такой, ну, 18-е тоже неплохо, только я не понимаю, что ты, типа, говорила, что там тебе 21-е или 20-кая разница. Чудеса. Да, я сам изначально был младше тебя. В чем проблема? Она такая, да, вот там. Ну, мне стыдно было, я думал. Там, мальчики любят постарше девочек и все такое. Я такой, ну, ладно, черт с тобой, мне все равно. Когда вино начало подходить к концу, она такая, блин, на мне еще приезжать домой, математику делать. Я такой, что? Какую математику? Ты о чем? Она такой, ты, типа, там, на первом курсе учишься, да? У вас еще математика есть? Она такая, да, да, да. Математика есть на первом курсе, 100%. Ой, такой универ у меня дурацкий, блин, математика еще есть. Я так, ну, такие, 18 точно, не 16. И планировал я в конце этого романтического вечера поиметь определенного рода плотские утихи, потому что она явно тоже была на них согласна. И мои моральные принципы позволяли мне иметь какие-то плотские утихи с 16-летней девушкой. Вот такой вот я плохой человек, противный. И я думаю, ну, 16 и 16, мне, в принципе, все равно. 16 нормальный возраст. Вполне себе. В принципе, это происходили действия в стране Норландии вымышленной и все персонажи вымышленные. Да, этого на самом деле не было. Ну вот. Я такой 16 и 16, в принципе, ничего в этом нет. Ну вот, уже добиваем эту бутылку вина. Все как-то, ну, переходит в такой романтический план. И она опять как-то упускает момент. Как-то что-то она сказала, честно, я уже не помню что. Что в итоге оказалось 15. И вот тут мои моральные принципы уже немножко ослабели. Я такой, ну, 15 уже немножко перебор. Может, все-таки тебе 16? Да. Да, может, все-таки 16. Давай как-то на этом остановимся. Она такая, ну, нет, мне 15. Я уже думаю, ну, ну, и ладно. Хоть посидели, в принципе, нормально. Вина попили, хорошо пообщались. Не очень весело, конечно, но хорошо. И у меня уже что-то немножко срывает башню. Я такой, сколько тебе лет на самом деле? Я просто хочу узнать. Она такая, ну, мне 13, я в 8 классе. Я такой, что-то, твою мать! Зачем это все? Я только что, возможно, нарушил как минимум два закона нашей страны. Зачем? Ну, вот, примерно как-то так все закончилось. Посадил ее на такси, сам поехал домой грустный. Нормально. Я вспомнил из-за этого, за мальчика, который ко мне на сеанс как-то приехал. Я, короче, ну, меня записался в Инстаграме тип. Я, как бы, не видел его лица, на страницу не заходил. Там закрытый профиль, по-моему, был что-то такое. Фоток его там каких-то на аватарке не было. Общался абсолютно нормально. Конечно, ну, никак не подавал виду. Приезжает на сеанс, короче. Звонит метеород. Я там приехал. Я по голосу уже понял, что, ну, дело близится к фиаско. Выхожу на улицу. И не могу вообще понять даже, где он. Но смотрю, думаю, нет, нет, звоню. Опять та же история. Смотрю, кто берет телефон, начинаю ржать просто как собака. Потому что мальчик, я не знаю, сколько лет, может, 9. Ну, прям вообще. У него, короче, еще щечки такие дутые. Ну, бля, как карапуз. Отлично, такой же кед. Да, я пришел, там с ним поздоровался, там посмеялись. Он говорит, типа, ну, типа, не сделайте, да. Я говорю, нет. Он такой, эх, обиделся. Я говорю, типа, ну, я туда пошел. Я говорю, типа, а как ты вообще приехал? Он говорит, типа, ну, меня мама привезла. Я говорю, ну, давай маму обратно, пусть его увезет. Он такой, да, да, да. Я подождал, пока его мама забрала и пошел. Ну, короче, это вот единственный раз в жизни, когда у меня как бы отменился сеанс, и мне не было обидно. Потому что я прям, я наржался от души. Вот я его когда увидел, это шедевр. Слушай, а ты не интересовался у мамы? Она знала, куда она его везет? Ну, не, мы как-то не дошли до этого. Не соприкосновались. А вот, короче, а мальчику не хватало такой кепки с пропеллером, знаешь? Ну, он такой, прям, вот, чисто, ну, эпичный шоколяр. А насчет девушек вспомнил еще, не помню, лет 17 мне, наверное, было. Пошел на свидание с какой-то девочкой, кто же в интернете познакомились. Красивая девочка. Гуляли с ней, не знаю, где-то час. Она меня поцеловала, мы там целовались-целовались. Она говорит, типа, вот, типа, я тебя так люблю, типа, все, надо, короче, это, там, жениться, выходить там замуж. Типа, это, ну, все на полном серьезе, это просто, это, это что-то жесть. Что-то, блин, невозможное, невероятное, конечно. Да, я на этом моменте решил слиться, потому что... Ну, очень странно, да. Да, то есть я, как бы, ну, не из тех людей, которые там на первом свидании вообще там что-то хочут. Мне это кажется ненормально. И, ну, короче, мне это не понравилось, я решил слиться. Я слился. На следующий день захожу на ее страницу, на то время еще в ВКонтактах. Там она уже с каким-то типом стоит дома явно после... Плоских утех. Да. И с подписи у фотки, типа, вот, типа, мой будущий муж, типа, так его люблю. Ну, я, естественно, ну, просто поржал, как бы, ну, да и забыл. Потом, через годик, я случайно наткнулся на ее страницу, зашел. Там она уже с ребенком, там, с колясочкой и с другим мужиком, с подписью, типа, вот, типа, мой, там, что-то не помню. Там вообще какая-то ересь была, типа, мой второй муж уже, значит, что-то такое. А девочки там, ну, еле 18 было, значит, что-то буквально чисто пронесло. Нормально. Я так, фух. Презервативы придумали в 18 веке люди до этого. Она. С такой же штукой про неожиданную беременность какой-то девушки. Я уже, честно, ну, тоже... Там, по-моему, довольно ожиданная беременность. Что-то к этому подводило. Ну, тоже мне, по-моему, 19 было. Я сижу в первом рейсе, никого не трогаю, захожу в Инстаграм к одной девушке, с которой у меня были отношения, и мы там расстались по какой-то причине. Ну, в общем, не сошлись характерами, скажем так. Я захожу в Инстаграм, а там история, что вот, там, на восьмом месяце уже, я, знаешь, так, ну, считаю на пальцах. Один, два, три, четыре. И понимаю, что последний раз у нас был ровно восемь месяцев назад. Я сижу, думаю, что нет. Нет, я начинаю писать всем моим подругам, всем моим знакомым, которые так или иначе с ней связаны. Что, она правда? Вот уже? Что? Серьезно? А у нас же с ней восемь? Что? Погоди, блин. Нет, не может быть этого. Это абсолютно... Я нет. Ай, я же еще молодой. В общем, сижу я так, сижу, и понимаю, что на самом деле у меня с ней что-то было ровно год и восемь месяцев назад. Накрутил? Да, 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 мягко говоря, накрутил. Так я уже ей, по-моему, начал написывать, типа... Альбина. Пусть будет Альбина. Какая разница? Альбина. Я... Почему ты мне не сказала сразу, что почему? Неужели ты не могла? Девременье, муж пум-пуру. Да, девременье, пум-пуру. Я муж просто не так. Ну и, короче, завершительная история из недавних, из... Рабочая ситуация, скажем так. В предыдущих выпусках Саша рассказывал, где я нынче работаю. И, ну, суть работы в том, что ты общаешься от лица девушки, которая попросила вас, грубо говоря, найти ей мужа. То есть адекватного человека, с которым ей будет хорошо и ей будет интересно. Она там, условно, не знает английский и все такое. Поэтому ей заинтересовывают наши, как бы, услуги. Общаюсь я с одним мужиком в течение где-то уже двух-трех недель. И, ну, все идет вполне нормально. То есть вполне адекватный человек. То есть никаких вообще косяков за ним не виделось. По крайней мере, по мере общения. И вот три недели эти проходят, мы общаемся. Ну и как-то вот началась небольшая тема секса. Мы там, ну, общаемся, там, что ему нравится. Я там придумываю, что ей нравится. Ну, придумываю, потому что, ну, и не спрашивали мы ее такое. Ну и общаемся, общаемся. И в один момент он такой, а как ты, ну, вообще, к таким, знаешь, необычным вещам относишься? Я такой, необычным. Ну, типа, там, БДСМ, там, веревки, все такое. Он такой, ну, нет, немножко более необычным, знаешь, там, поглубже бери, поглубже. Я такой, в смысле, объясни, о чем ты говоришь. И он скидывает фотографию. Если попросите, я скину вам его в фотографию. Стоит он, а перед ним его маленькая собачка беленькая, вот так. Вот так он стоит и улыбается. Привет. Я скидываю, это когда классный ты человечек. Пока, пока. Хорошие были три недели у нас. Давай, прощай, друг. Так, дамы и господа, сигарки, в этом случае не сигарки, а сигарилы, перешли на Backwards, и ближайшие, там, пять выпусков будут только Backwards. Про Backwards уже есть выпуск, где мы описываем, как это и для чего это. Ссылочку оставлю в описании на этот выпуск с сигарами. На этом мы с вами прощаемся. Такая вот проба пера у нас получилась с историями с жизнью. И если вам понравилось, напишите, пожалуйста, комментарии, ставьте лайки, не забывайте про колокольчик. И до новых скорых встреч. Всем пока. Пока-пока.